6 вечера в Одессе. Эфир 7 канала. Продолжают новости в студии Игорь Буренко. Здравствуйте. За месяц в Одессе от осложнений после кори умерли уже два ребенка. По информации врачей, оба малыша были не привиты. Напомню, что вчера ночью предварительно от коревой пневмонии умерла девочка. Оба ребенка лечились в инфекционной больнице. Кроме того, оба ребенка лечились еще и в других стационарах детских. По разным причинам. Одни по желанию родителей, другие. Один из детей до заболевания корью уже болел пневмонией. То есть на пневмонию, которая у ребенка была до того, как он заболел корью, она уже у него была. И он получал лечение по этой пневмонии в другой больнице. Затем он заболел корью. И состояние, естественно, ухудшило. Всего в Одесской области зафиксировано 389 случаев подозрения на кори. Из них 279 в Одессе. После объявления в Одессе эпидемии кори людей на пляжах меньше не стало. Отдыхающие купаются в море вместе с детьми. В каком состоянии городские пляжи и как встречают туристов узнавала Ольга Голодова. Наша первая остановка на одном из пляжей в Аркадии. Лежаки стоят нетронутыми, люди в основном отдыхают на песке. На своем покрывале, говорят, привычнее. Пока посетителей нет, на шезлонгах сидят птицы. Ну как устраивает? Нет, конечно, не очень. Но это не столько, наверное, зависит от того, чей это пляж, как от того, кто здесь отдыхает. Вот это от людей. Ведь чисто не там, где убирают, а чисто там, где не сорят. Сотрудники пляжа рассказывать про уборку песка и чистку матрасов отказались. Мы завидуем с шоками, но отвечать на вопросы я вам не могу. Следующий пункт – городской пляж вблизи Отрады. Большинство помещений сделано из дерева. Администратор показал место, где хранят матрасы и простыни для посетителей. Вот простыни, которые застилаются на матрасы людям. Они приходят вот такие чистенькие, сложенные, постиранные. Вот так. Если вдруг при стирке было обнаружено пятна, и оно не отстирывается, нам оно не привозится, оно остается дальше на прачечной. Приезжает стирка, мы отдаем каждый божий день. По словам сотрудника пляжа, уборку душа, раздевалки и гардеробной также проводят ежедневно. У нас люди, у нас люди сами грязь делают. Сами делают грязь. Если бы они не бросали окуртки, не загребали в это. Там же стоят урны. Ну поднимись, пойди выбрось. И будет то, что надо. Сходить в туалет вблизи моря можно только за деньги. В бесплатный надо подниматься на трассу здоровья. За 7 гривен можно сходить в чистую уборную. Мы проводим уборку после каждого клиента, который заходит в туалет. Естественно, заходим, проверяем, потому что есть человек зашел, убрал после себя, есть нет. Также в то же время ставится всегда хлорочка, есть мыло, есть бумага, салфетки. А вот водичку лучше взять с собой. Согласно действующему законодательству, на территории пляжа должны быть фонтанчики с питьевой водой. Расстояние между ними должно быть не более 200 метров. Мы прошли пять пляжей, увидели только один. И тот, не работающий. Люди отдыхают на пляжах вместе с детьми. Эпидемии кори опасаются. У нас прививки. Вы за прививки, да? Конечно. Почему? Потому что иммунитет дается ребенку. Мы не прививали детей, потому что у нас с прививками связаны некоторые не очень хорошие последствия. Поэтому у другого ребенка, не у этого другого ребенка. Поэтому, к сожалению, не знаю, как правильно сказать, я не прививаю сейчас детей. Ольга Голодова, Евгений Ячменцев, 7 канал. Одесские активисты недовольны работой областной прокуратуры. Жаловаться на нее общественники пришли к начальнику ведомства. По их словам, надзорщики не уделяют внимания проблеме застройки побережья. Более того, помогают захватывать пляжи. Яркий пример отель и ресторан на Лонжероне, построенный прямо на песке. По информации активистов, владелец на холстроя – высокопоставленный одесский прокурор Юрий Коробко. Прокурор области согласился проверить приведенные факты. Однако, в целом, с активистами не согласен. Более того, методы гражданской борьбы со стройками на пляже Олег Жученко считает незаконными. Правоохоронная структура в этих вопросах не работает. Она покрывает злочинцев, которые захватывают пляжи. А я вам еще раз скажу, что у нас 38 позовов уже подано. Что нам делать с захватыванием пляжи? Приймайте участь. Дивите, как они рассматриваются. Правоохоронные органы, питание и захватывание пляжи не пройдет. Вам озвучено 38 позовов подано, еще 27 материалов подготовлено. Что? Почитайте функции. Мы почему, как они проходят. Проанализуйте. Я вам еще раз скажу. Проанализуйте. В аварии пострадал ребенок. Двое не поделили дорогу, а в пробке застряло пол Таирова. На проспекте Небесной сотни бывшим маршала Жукова столкнулись внедорожники Инфинити и Тойота. Один из них от удара перевернулся поперек проезжей части. Пострадали молодая девушка и пятилетний ребенок. Как оказалось, причиной аварии и километровой пробки стала водительская ярость. Два автомобиля. Произошел конфликт на дороге у них. Один автомобиль перевернулся. Причины пока не устанавливаем. Есть регистратор. Пострадала женщина и ребенок 5 лет. У ребенка просто царапина колена, а у женщины подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы, тупая травма живота. Повздорили на дороге, кто-то кого-то подрезал. Оба водителя рассказывают противоречивые версии происшествия, пытаясь обвинить в аварии другого. Кто из них прав, кто виноват, разберется следствие. Угрожал ножом и отобрал телефон. В Одессе ранее судимый 26-летний мужчина напал на 12-летнюю девочку. Он заметил в ее заднем кармане джинсов дорогой мобильный телефон. Преступник толкнул ребенка, прижал его к земле и, угрожая ножом, отобрал гаджет стоимостью в 20 тысяч гривен. Нападавшего задержали на следующий день. Им оказался рецидивист, которого уже не раз судили за подобное нападение. Теперь ему грозит заключение на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Полицейские обнаружили несколько десятков закладок на 180 тысяч гривен у жителя Херсона. Наркотики он хранил на съемной квартире в Одессе. Всего нашли 34 пакета с психотропным веществом. Порошок везли из Херсона и сбывали у нас. В наркобизнесе мужчине помогали двое напарников. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Сговоры в публичных закупках и их выявлением в нашей области занимается антимонопольное ведомство. В прошлом году обнаружили было более полусотни. В 2016 году Одесское отделение приняло решение по 58 фактам сговора во время государственных закупок. В первом полугодии 2017 года были приняты решения по 29 фактам сговоров. Поэтому если идете участвовать в публичных закупках, идите только с одной целью. Конкурировать. Побеждать в соответствии с правилами конкуренции. За участие в сговоре предусмотрен штраф до 10% доходов за последний год, а также запрет на участие в тендерах до 3 лет. Ушли на затяжной перерыв. В Киевском суде приостановили рассмотрение дела инвестора жилого комплекса «Золотой берег» Владимира Дроздовского. Напомню, через сутки его пытаются лишить имущественных прав на квартиру. Прошлой осенью его кредитные обязательства были проданы. Банковаль, поучаствовав в этой мошеннической схеме, просто продал этой непонятной женщине, которую мы ни на одном заседании не видим, просто воздух. И когда они это поняли, они теперь подали в апелляцию, для того, чтобы признать решение о снятии нотариального залога недействительным. Теперь в Киевском суде начнут рассматривать дело Владимира Дроздовского только после выяснения решения апелляционным судом Одесской области. Заседание в апелляционном суде Одесской области состоится уже 12 сентября. Комнаты, скалы, книги, рюкзак и фикус. В литературном музее открылась выставка современного австрийского художника Альфонса Пресница под названием «Художественные модели». 20 картин автора показывают скорость перемен современной жизни, в которой не всегда возможно уловить, какой фрагмент относится к тому или иному периоду. Выставка современная, она это отражение нашей реальности и рассказывает о том, как наш мир меняется, реконструируется во времени. Главная ее идея в том, чтобы в такой калажной форме запечатлеть перемены и разломы современной истории. Выставка организована почетным консульством Австрийской республики в Одессе и приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между Австрией и Украиной. Вместе с автором картин ее открыли почетный консул Австрии в Одессе Андрей Ставницер и чрезвычайный полномочный посол Австрии в Украине Герминия Папиллер. Конечно, экономические связи очень важны для сотрудничества Украины и Австрии. Их нужно укреплять. Но очень важно и то, чтобы люди общались, обменивались опытом. И для этого нет ничего лучше культурного взаимодействия через искусство, литературу, музыку. Поэтому консульство старается привозить в Одессу современных австрийских художников и писателей, которые могут познакомить одесситов с современной Австрией. Увидеть картины австрийского художника все желающие могут в литературном музее по адресу улицы Лонжероновская, 2. Выставка продлится до 9 июля. Завтра в Одессе области будет жарко. Воздух прогреется до 38 градусов по региону и до 30 в городе. 1-2 числа преимущественно без осадков и начинаются очень жаркие дни. По прогнозам, которые есть на сегодня, температура будет достигать по области, я думаю, градусов 37-38. Так как у нас, опять же, в Одессе южный ветер, хоть и слабый, мы надеемся, что это будет около 28-30 градусов. Высокие температуры продолжат продержаться до 4 июля, а потом градус снизится до 25. И пока у нас на этом все. Следить за новостями седьмого канала всегда можно на официальном сайте в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Буквально через несколько минут в эфире седьмого ток-шоу «Прожектор» гости студии попытаются выяснить, кто же такие активисты. Является ли это призванием или все-таки профессией? Мы с вами встретимся уже в 20.00, тогда и подведем итоги сегодняшнего дня. До встречи.